Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Существует молитва на освящение всякой вещи Кто ею может молиться и что можно осветить? Но молитва эта все-таки предназначена для священника Именно он читает эту молитву, имея под рукой святую воду Облеченную в епитрахиль, то есть священно действуя И предназначена она для, прошу обратить внимание, не для освящения, а для благословения Есть разница в этих действиях Подвергается освящению то, что относится к богослужебному порядку То, что имеет сакральное предназначение Наши же бытовые объекты, использование которых мы также имеем намерение посвящать Богу И совершать Его славу и на пользу людям и самим себе Это благословляется То есть правильно говорить о благословении жилища, о благословении колесницы Регулярно приходится обращаться к этой молитве Тогда, когда прежде венчания будущей супруги готовят перстни или кольца по-современному И вот прежде их водружения на персты обручников Еще только после обручения, чина обручения, бывает тоже таинство венчания Многие священники совершают как раз благословение этих перстней И они уже имеют некое особое предназначение И свидетельствуют о взаимной принадлежности теперь будущих мужей и жены И о бесконечности заключаемого союза Не случайно после водружения этих перстней на персты Обручающихся в молитве священника в Екатении И завершающий чин обручения звучат такие свидетельства церкви о том Что ангел твой, Господи, да предыдет пред ними во вся дни живота их И вот эта пожизненность сопровождения обручников Уже сочетавшихся таким образом в союз, в единство, хотя еще и не венчанных И ангел-хранитель, который прибудет с ними, о котором возвещает церковь Поэтому перстни вполне прилично прежде их водворения на персты Благословить с чтением вот той самой молитвы, о которой вы спрашиваете Благословение молитвы на освящение Точнее мы говорим благословение из текста Молитва короткая, так что мы можем ее с вами и зачитать, и услышать полностью Может быть не все о ее существовании знают Создателю и Содетелю человеческого рода Обращается священник ко Господу Дателю благодати духовная, подателю вечного спасения Сам, Господи, посли Духа Твоего, Святаго, с вышним благословением На вещь сию, на перстни сии, на инструменты сии, на одежды сии Яко да вооруженный силою небесного заступления, хотящим ее употребляти, помощна будет к телесному спасению То есть к тому земному служению, которому она предназначена И заступлению и помощи о Христе Иисусе, Господе нашему То есть и при пользовании этой вещью мы не будем забывать и о памятовании о Господе Не будем забывать свою внутреннюю жизнь Сопровождать призванием имени Господнего и хождением пред Ним Аминь И крапит вещь святой водой трижды Вот в этом и заключается чин благословения Всякую ли вещь нужно освящать Или благословлять, точнее сказать, как следует из этой молитвы Если всякую зубную щетку будем приносить в храм Для этого самого окропления святой водой Очередной носок, приобретенный супругой для нашего бытового пользования То явно этим все-таки несколько унизим этот чин Хоть и кратенький, но чин благословения Так что тот пример, который я уже привел В благословении перстней В каких-то призываниях особой помощи Божьей Для использования каких-то существенных вещей в нашей жизни Тут бывают и специальные молитвы Например, чин благословения Колесницы Он звучит несколько особенно Можно ли заменить его данной молитвой? Можно, но зачем, если уставом и традицией И нашими богослужебными книгами Определенный текст сформулирован И предлагается к использованию Где говорится в обращении к Господу И о том, что и Он, сидя и на херувимах И езди, и на серафимах И мудростью красива человека И благословляет и наши путешествия С тем, чтобы благополучно они были совершены Так что молитва эта Я думаю, по мере рассуждения священника Может и должна быть употребляема Для благословения разных полезных И важных в нашем быту И в нашей жизни вещей Но с известным благоразумием Разборчивостью Чтобы не осуетить Этот небольшой церковный чин благословения И не низвести его В какую-то совсем уже Обыденную область Где уже не будет нам хватать Ни благоговения, ни молитвы А только какая-то формальность Связанная с закраплением святой водой Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok